ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За медали боролись почти 200 юных атлетов со всего Приволжья. А львиная доля золота досталась представителям двух регионов – Удмуртии и Татарстана. За их очной борьбой в соревнованиях юношей и одиночников сегодня следили наши корреспонденты. На турнир в ИЖЕВ приехали 20 перспективных одиночников из Татарстана. Почти все они на карандаше тренеров юниорской сборной России. И готовятся сейчас к важным национальным стартам. Кубок Удмуртии для наших гостей – отличный тренировочный спарринг. В новом дворце «Олимпиец» они почувствовали себя очень комфортно. Качество льда вообще супер. Хороший новый ледовый. Очень понравился лед. Замечательный. По качеству похож, чем наш челна. Лидер сборной Татарстана – этот коренастый мальчуган Кирилл Миносян – уже вовсю прыгает все сложнейшие тройные. А изюминка его произвольной программы – каскад из трех тройных. Тулуп, Риттбергер и Сальхов. И взрослые-то фигуристы не все дружат с такой комбинацией. Мне иногда страшно бывает, иногда легко я прыгаю, а иногда тяжело бывает. А в чем трудность? Ну, в общем, ни в чем не в трудность. За своей программой Кирилл справился отлично и занял второе место. А вот его товарищу по команде Максиму Петрову не повезло. Вот такой с ним произошел музыкальный форс-мажор. Макс трижды пытался начать свое выступление в финале. Это первая попытка. Это вторая. И только с третьего захода выступление началось. У тебя такое было уже в Кореях, когда мы сейчас начались? Нет, если честно, нет. О чем ты подумал об этом? То ли диск что-то случилось, то ли что-то с компьютером. Я подумал, что я катать не буду. Я очень испугался. Вся эта нервотрепка Петрову подвела. Он запорол все свои прыжки и занял только пятое место. А вот ижевские ребята не подкачали. В активе Тимура Казанцева золото, а Артур Беттемиров на третьей строчке. А тем временем в Тюмени на всероссийских соревнованиях продолжают пополнять копилку наград сборной в Адмуртии наши лыжники. Золото Романа Тарасова в коньковом спринте. Еще одну медаль. Только серебряного достоинства добавил Максим Валикжанин. Он был вторым в гонке по сьют на 30 километров. Тарасов финишировал седьмым, а еще один наш земляк Дмитрий Епаров пятым. Соревнуются и наши биатлонисты только в Чайковском на летнем чемпионате страны. Так, в кроссовом спринте лучшей из спортсменок Адмуртии была Оксана Неупокоева. У нее 21-й результат дня. А вот в индивидуальной гонке на 15 километрах Виктория Перминовова поднялась в итоговом протоколе выше, чем Оксана, заняв восьмую строчку. Здорово выступили наши спортсмены и в Анапе на всероссийских соревнованиях школьников в президентские игры. Так, в турнире по шахматам серебряную награду для сборной Адмуртии воевал Григорий Кудреватых. Третьим в тарце был Ремей Галеев. В командном первенстве наши метатели дротиков, а также юные мастера бадминтона из села Пычас тоже стали бронзовыми призерами. В общем же зачете из 74 команд Адмуртия заняла 29 место. Вот героиня нашего следующего сюжета тоже любит и шахматы, и волейбол с плаванием. Со своими воспитанницами в межсезонье она с удовольствием занимается и этими видами. Но еще больше обожает гандбол, которому посвятила уже более 30 лет своей жизни. А наставники команды высшей лиги с дюшор номер 5 Арины Веретенниковой наш видеоматериал. Арина Владимировна вот уже 23 года тренирует девчат. Она с детства увлечена гандболом. Сама успела в свое время поиграть за Ижевский университет в суперлике. Так что опыт у Веретенниковой богатый. Ну, наверное, столько лет не работала, если бы это не нравилось. Наверное, любовь к детям. Вижу свой труд в первую очередь. За много лет в клубе и спортшколе сменилось несколько поколений спортсменок. А вот Веретенникова не изменилась. Она также трудолюбива, решительно, амбициозна. Ни отношения к детям, ни методы работы с ними она не поменяла. Каждому как старалась, так и старается найти свой подход. Эти добрые взаимоотношения в команде, а также профессионализм наставника вот уже который год дают результаты. Играла в свое время Решетникова, Ахметова были чемпионками мира. Сейчас у меня Степанова Александровна, который играет за Волгоград. Сборная России по женщине. Ну, хотелось бы, чтобы и подрастающих поколений тоже пляду свою внесли в лепту. И молодежь старается. Девчата Веретенниковой хорошо играют в высшей лиге чемпионата страны. А некоторые девчонки уже сегодня пробуют свои силы даже в основном составе университета. Чем Арина Веретенникова очень гордится. И вот только что пришли хорошие вести из Сочи, где стартовал чемпионат страны по маутинбайку. Сегодня гонку в гору здорово проехали ижевчане Вера Вахрушева и Михаил Пестерев. Оба на трассе показали высокую скорость и отменную технику, финишировав итоги четвертыми. Их земляки Евгений Печенин и Анна Коновалова, выступающие в группе «Элита», были вторым и третьим соответственно. Удачных и бодрых вам выходных. Болейте только на спортивных аренах. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.